Преподобные Спиридон и Никодим 30 лет они исполняли свое послушание в Киево-Печерской лавре, пекли просфоры. Просфоры — это особо испеченный хлеб, используемый на богослужении для поминовения живых и усопших, и употребляемый для таинства Евхаристии. Преподобный Спиридон пришел в монастырь уже немолодым человеком, а подвижники говорят, что он сопровождал свой труд непрестанной молитвой и пением псалмов. Еще при жизни с именем преподобного Спиридона связывали различные чудеса. Так известен случай, когда он потушил монашеской мантией загоревшуюся пекарню. Огонь погас, а мантия осталась целой. Святой Никодим трудился вместе с преподобным Спиридоном и вел строгую и праведную жизнь. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобные Спиридон и Никодим входят в сон святых отцов Киево-Печерской лавры. Церковь обращается к ним. Молите Бога о нас. Священно-мученик Протеерей Иоанн Кочуров родился в 1871 году в Рязанской губернии в многодетной семье сельского священника. Он получил духовное образование и был направлен на миссионерское служение в Алиутскую и Аляскинскую епархию. Там он стал священником. В 1907 году Протеерей Иоанн вернулся на родину, служил в Преображенском соборе Нарвы, а с 16-го года в Екатерининском соборе Царского села. Прихожане отмечали эрудированность священника, красноречивость его проповедей и благоговейность служб. 12 ноября 1917 года в городе начались бои между казачьими отрядами атамана Краснова и частями большевиков. Отец Иоанн совершил молебен о прекращении междоусобной брани и братоубийства. На следующий день город заняли большевики, все священники были арестованы. Протеерей Иоанна пытали, а потом расстреляли. Он стал первым священником-новомучеником. Патриарх московский Ивсия Руси Тихон, лично знавший священномученика Иоанна, писал его о вдове. Храним в сердце твердое упование, что украшенный венцем мученичества почивший пастырь предстоит ныне престолу Божию. Церковь верит, что новомученики являются молитвенниками за нас пред Господом. Они своим христианским мужеством преподают верующим 21 века великий урок подлинной веры и благочестия. Они задают планку нравственной высоты, которая достижима и в наше время. Сегодня мы обращаемся к священномученику Иоанну со словами молитвы. Моли Бога о нас! Священный мученик Алексей Сибирский родился в 1870 году в Тверской губернии в семье священника. По окончании семинарии он был рукоположен в сан священника и служил в родном селе до своей мученической кончины. В 1929 году отца Алексея арестовали за то, что он не смог вовремя выполнить план хлебозаготовок. На выполнение плана давали 24 часа. Священник не успел за это время привезти зерно на хлебоздаточный пункт. За это его приговорили к году лагерей и двум годам ссылки и конфисковали все имущество. В 1937 году Иерея Алексея на основании доноса обвинили в участии фашистско-монархической организации. Тот отрицал все обвинения и отказался свидетельствовать против других. Священника приговорили к расстрелу. Вместе с ним был расстрелян и тот, кто не вынес тяжести следствия и лжесвидетельствовал против него. Мучениками и исповедниками Церковь считает не всех жертв гоняний, а только тех, кто принимал страдания из-за искренней веры и исповедания правды Христовой. Они не испугались угроз и отказались признавать свою вину, отказались оговорить других. Подвигом было то, что человек оставался порядочным до последней минуты земной жизни. Единственным источником стойкости, придающим силы, была вера. Церковь с любовью сохраняет память о мучениках XX века. Для нас они пример любви ко Христу и ближним. Церковь обращается сегодня к священному ученику Алексию. Моли Бога о нас! Преподобный мученик Анатолий Ботвинников родился в 1881 году в Могилевской губернии. Он крестьянствовал, как и его отец. Во время русско-японской войны сражался при Порт-Артуре, был ранен, год пробыл в плену. Увиденное на войне поменяло Анатолия. Он принял решение. Если останется жив, то станет монахом. В 1906 году он поступил послушником в один из сибирских монастырей. Миссионерствовал в Китае. Вскоре он принял монашеский постриг в монастыре в Тверской губернии. В первый раз отца Анатолия арестовали за то, что в проповеди посчитывал на тяжесть налогов, которые возложила советская власть на священство, и на нехватку средств на ремонт в ветхом храме. Священника приговорили к трём годам лагерей. Несмотря на подорванное войной здоровье, отец Анатолий выжил на каторге и вернулся. В новом приходе он прослужил три с половиной года. В 1937 году последовал новый арест и приговор – расстрел. Как видно из документов, следователю почти не удалось собрать показаний против священника. Самое серьёзное обвинение заключалось в том, что преподобно-мученик Анатолий сравнивал жизнь до революции и при советской власти. Многие новомученики, оказавшись в заключении за имя Христова и своё церковное служение, после освобождения снова возвращались к тому же служению. Это упорство и мужество, верность имени Христову, вызывают восхищение и глубокое уважение. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться от тех, кто в своей земной жизни учитает их. Сегодня мы обращаемся к преподобному ученику Анатолию. Моли Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok